мы изучаем сейчас благодарность и happiness и счастье значит отлично надеюсь что те кто давно уже присутствует на наших уроках уже и благодарны и счастливы потому что это идет рядом если человек неблагодарный он не может быть часто как он может быть счастлив если он считает что он недополучил что-то в своей жизни знаете как он думает вот не додали не додали мне всевышний не додал люди не додали то есть он получается не до как сказать в общем у него недостатки да ему не хватает это неблагодарный человек благодарный человек он воспринимает мир сквозь призму позитивную да он смотрит на ложки на ложки на бочке мёда он смотрит на бочке мёда и ему нравится ему все нравится итак 114 урок мы дошли до 114 урока и говорится нам в книге благодарность сад благодарности рабшого маруша значит то сегодня урок для поднятия души борух бен авраам это мой отец зихраной для браха упомянутых добру значит он ушел уже почти два года назад вот сейчас будет на этой неделе его йорцайт йорцайт это годовщина смерти годовщина ухода из этого мира и значит в этот день пересматриваются у души и и как бы ее духовные заслуги и если есть в мире кто-то кто хорошо вспоминает кто делает добрые дела в кто следы плоды до плоды в этом мире если душа оставила хорошие то в этот в этот день когда день ухода день ухода из этого мира в аторе он называется третье рождение это когда ты рождаешься для следующих этапов своей жизни духовных и вот это очень важно что ты оставил какой след ты оставил в этом мире и потомки могут потомки ученики просто люди могут каждый год добавлять тебе духовной силой ты дальше там поднимаешься в духовных мирах поэтому так как слава богу отец не заложил очень хороший фундамент человеческий качеств разных интеллектуальные то я очень благодарен за многие вещи то то что он 72 года сделал обрезание это тоже удивительная вещь в стал религиозным поэтому ему сейчас идет очень-очень много там хорошего на на том следующем этапе его жизни хорошо значит сегодня мы учим так несколько интересных вещей то есть конец этой книги рафшова маруш нам рассказывает как то что он принял от своих учителей от раби нахмана из бреслова вот этот подход не ныть благодарность нет места для отчаяния упование на всевышнего и так далее как это есть в других системах иудаизма как то есть других системах в других как бы направлениях торы и он тут ссылается на разных других очень интересных праведников вот например здесь идет раби из кобрена он говорил такую вещь что когда молишься всевышнему то нужно быть уверенным на сто процентов что всевышний выполнить твою просьбу не все так думают не все так думают то есть сам же раб шаломаруш нас в этой книге постоянно учил что просить вообще ничего не надо почему он сейчас приводит этого раби из кобрена непонятно то есть он нам приводит приводил способ молитвы что ты только благодаришь 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 всевышнего потом упоминает что тебе чего-то не хватает но она наполняется само через благодарность она наполняется само не надо просить араби из кобрена говорит нет он говорит надо верить собственную молитву и когда молитва не действует на это указывает на недостаток уверенности в себе человек думает ну ладно попрошу его всевышнего вдруг получится это неправильно говорил раби из кобрена следует думать я попрошу и все получится только так и если человек не может сказать этого с полной уверенностью ему не достает веры в себя а когда ему не достает веры в себя это недостаточная вера во всевышнего такой человек думает кто я такой чего стоит моя молитва это недостаточная вера во всевышнего и если ты веришь что творец всемогущ что он слышит твою молитву ты можешь сам делать чудеса это взгляд очень как сказать необычный скажем так потому что всю книгу мы учились качество которое называется смирение растворить свою волю перед всевышним полностью через вот это растворение своей воли перед всевышним ты с ним соединяешься в единое целое и как сообщающиеся сосуды всевышний источник всего бог дает всему миру ну то есть он весь мир существует из-за того что всевышний дает миру силу энергию для существования человек это такой трансформатор внутри есть луч всевышнего такой микро ядерный реактор такой до который создает тоже божественную энергию это называется божественная душа есть у человека как раньше были слайды фильтры такие до программы это его мысли его 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 и вот человек в своем эго значит придумал что он например хочет стать женщиной например не дай бог вот вот он мужчина был он мужчина родился мужчиной назвали его мужчиной в паспорте записали мужчина а он такой сидит и думает я женщина вот я вот тебя прямо я чувствую себя женщиной теперь раньше такого говорили слушай но ты сумасшедший ты не женщина ты просто псих потому что у тебя ты же мужчина у тебя посмотри на себя внешне ты родился ну то есть мужчина но в современном мире ему говорят ну слушай да значит ты ты же имеешь право выбора ты значит чувствуешь себя женщина значит ты женщина и он значит запутывается в своем эго вот это вот мысли это эго сила внутри божественная это божественная сила это всевышний теперь а бог творец мироздания он дает всему миру всю вот эту силу весь мир это проявление бога теперь как мы учили мы учили что если ты растворишь свое эго перед всевышним если ты будешь смиренно принимать волю всевышнего которая является реальность да ты мужчина значит ты принял это как реальность я мужчина если ты происходит все все события которые происходят реальность это есть всевышний и ты говоришь спасибо 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 классно Да, Всевышний, то есть ты убираешь свое «я», в этот момент, если у тебя все-таки появляется какое-то желание, то тогда Всевышний, так как ты с ним уже слился в одно целое, то оп, твое желание реализовывается. Мы учили, что так работает молитва. А что нам говорит Раби Искобрина? Он говорит, нет, надо прямо с такой уверенностью просить и быть уверенным, что Всевышний тебя слышит и сделает то, что ты скажешь. И если ты так не уверен, то типа у тебя нет веры. Очень, как бы скажем, другая система взаимоотношений со Всевышним. Ну, и Раби Искобрина не такой ужин, этот Раби Искобрина известный. То есть есть разные, как лявдит, чтобы разделить, но понятно, что есть, например, в Китае очень много разных стилей. Стили там боевых искусств, карате и так далее. В Торе есть тоже много разных стилей. Есть такой стиль, такой стиль, такое взаимоотношение со Всевышним. Вот Раби Искобрина это такой стиль, что уверенности. Дальше. Дальше называется следующее, не забывать о Всевышнем. Здесь он нам рассказывает такую интересную вещь, что даже самые верующие люди, они бывают моменты, что они забывают о Всевышнем. Как они забывают о Всевышнем? Как может человек верующий забыть о Всевышнем? Он, например, принято обращаться к праведникам за помощью. Есть люди, которые называются праведники, цадики. Кто такой праведник? Это тот, кто посвятил себя Всевышнему. Он полностью, у него эго нет, он полностью занимается только в этом мире делами Всевышнего. У него своих дел нет. Вот я лично знал одного из таких праведников, Равыцках, Зильберг, Зехранон, Цедих, Левраха. Он в этом мире занимался только, вот только и исключительно делами Всевышнего. Когда он ушел из этого мира, то его сын, когда говорили СП, вышел Рав Бенсон Зильберг и говорит, вы знаете, отец прожил очень, хотя он был и в тюрьме, в ладерях, он был с 52 по 53 год, и всю жизнь у него была очень, очень, ну такая, внешне тяжелая жизнь. Но его сын Рав Бенсон сказал, что, вы знаете, отец был невероятно счастливым человеком, и у него была очень простая жизнь. В его жизни у него был только один вопрос. Что от меня хочет сейчас Всевышний? Все, у него больше других вопросов не было. И он, значит, с этим вопросом, он и жил, и это называется праведник. То есть он полностью свое эго убрал, и он занимается только заповедями, «Добрые дела», «Изучение Торы», «Заповеди», «Добрые дела», «Изучение Торы» и все. Теперь в такой ситуации, он был женат, у него была семья, конечно, был женат, у него была семья, но и он, и вся его семья для них была... Я вам приведу пример, вот кто-то говорит, он был женат, у него была семья, и когда он был в ладере, с 50 по 53 год он был в трудовом ладере, его посадили в тюрьму, значит, и там был момент, его переводили из одного ладеря в другой. И когда его переводили из одного ладеря в другой, у него, ему, жена пронесла тфелин в ладере, значит, спрятанный тфелин, это такие, ну, одевается на руку при молитве и на лоб. Такие специальные приспособления, которые позволяют выполнить заповедь, «Повяжи их на руку свою, будут они украшением Славаторы над глазами твоими». И вот у него есть эти тфелин, его переводят из ладеря в ладерь, и при переводе из ладеря в ладерь – обыск. А у него есть тфелин, книжечка Танах, это, ну, Тора, и, значит, он думает, ну что, попытаться мне это пронести или не попытаться. Если у меня найдут, так мне добавят несколько лет тюрьмы, а дома ждет жена и дети. Но если я это не попытаюсь пронести, я не смогу выполнять заповеди Всевышнего. И что он тогда сказал? Он сказал Всевышнему, смотри, моя цель в жизни – выполнять твои заповеди, а ты уже как решишь, так и будет, позаботишься обо мне, как тебе угодно, так и будет. И вот их выводят из бараков, и стоит очередь зима, стоит очередь, стоят заключенные с чемоданами, фанерные чемоданы, которые ладерные чемоданы. И стоит это уже очередь, и их обыскивают, и берут, все вытаскивают, прям вытряхивают на землю из чемоданов, и уже гора этих чемоданов, ладерное имущество, выносить из ладеря нельзя. То есть и заключенных так над ними издевались, они свои вещи собирали в какую-то там тряпочку, все, и шли с этой тряпочкой уже дальше. И Раф Зильбер понимает, что сейчас вытряхнут его чемодан, и выпадут и тфилин, и эта книга, и все, что у него там спрятано, и значит, его плюс там 5-7 лет ему еще в ладерях сидеть. И что? Он говорит, я молюсь, я говорю, Всевышний, у меня в жизни только одна цель – служить тебе. Значит, если ты считаешь, что мне лучше будет еще несколько лет отсидеть, я принимаю твою волю. Если ты считаешь, что мне лучше вернуться домой, то ты сделаешь для меня какое-то чудо. Подходит его очередь. Я помню это, я слышал эту историю лично от него. Стоит надзиратель по фамилии Олимпиев. Была фамилия надзирателя Олимпиев. И он все годы, когда Раф Зильбер был в ладере, он, этот Олимпиев, он над ним издевался, он пытался его заставить все время нарушить шаббат. То есть он пытался прямо всеми силами каким-то образом его вот заставить, чтобы он нарушил шаббат. И стоит этот Олимпиев. И он говорит, а это этот сумасшедший Зильбер, знаю я его, он верующий, сумасшедший вообще полностью. И прямо без остановки говорит, а чемодан этот он из дома принес. Я свидетель. Поэтому пусть проходит. И он проходит с этим чемоданом. Равыцкак вышел из этого ладеря в 1953 году. И всю жизнь он возил этот чемодан с собой, привез его в Израиль. И на пуре, на пейсах у него вот был стол, сзади стоял этот чемодан. И это для него был как раз такой, как знак именно открытых чудес, которые делает Всевышний. Поэтому у него, конечно, была семья, были дети. Но для него Всевышний был важнее всего. И воля Всевышнего, как сказал его сын, была для него важнее всего. И поэтому и семья его, и дети, они великие праведники, все его дети, несмотря на то, что родились они в Советском Союзе, учились в обычных школах, но они остались святыми людьми. И на сегодня Равминсон Зильбер это один из самых святых людей нашего поколения. Хорошо. Теперь, значит, теперь, когда есть такой праведник, который посвятил себя служению Всевышнего, у него накапливается огромная-огромная связь Всевышний, и огромный депозит самопожертвования, такие он выполняет заповеди, которые просто жертвуя собой. Теперь у него есть огромная сила, его слова, его благословения, они имеют громадную силу. Поэтому среди людей верующих принято ездить к праведникам, прям вот, к Равзильберу всегда стояла очередь людей, которые просили его благословения. А еще ярче, это было Любович Стеребе. У него каждое воскресенье проходило тысячи-тысячи людей, он каждому давал доллар, чтобы этот человек, этот доллар дал дальше на цдаку, добавил к нему что-то, и дал его кому-то в помощь. Цдака это милосердие, да? И Ребе благословлял людей. И были люди, которые приходили к Ребе. Я как раз в этот шаббат читал историю, как одна женщина, она после войны, она уехала из бывшего Советского Союза, а два ее брата остались. И она все годы молилась, чтобы их отпустили из Союза. И она приходила к Ребе, просила, дайте благословение, чтобы они выехали. И их не отпускали. Они каждый год подавали письмо, ну, прошение, чтобы их отпустили из Советского Союза. Их не отпускали. И так продолжалось уже там, ну, получается, с 50-го по где-то 71-72-го года эта история, 20 лет почти. И вот уже был год, когда они решили, что мы последний год даем, даем мы последний год это прошение, потому что все равно нас уже не отпускают. Все. Теперь, а эта женщина, она каждый год ходила к Ребе и просила благословения, чтобы братья выехали из Советского Союза. И Ребе ни разу и не давал. Он не давал, пусть у вас будет все хорошо, но именно благословения на выезд братьев он не давал. И это был уже год, и она для себя решила, я не отойду от него. Она стояла в этой очереди, у каждого было буквально несколько секунд. Он давал доллар и благословение. И она остановилась и говорит, я полностью, говорит, извиняюсь, так нельзя, но пожалуйста, дайте мне, мои братья там, я здесь, пожалуйста, дайте мне благословение. И Ребе остановился, это я читал в этот шаббат, историю эту, остановился так, он что-то задумался, и говорит, даю вам благословение, что в этом году вы увидите со своими братьями. И, а это был последний год, что они решили, что мы последний год даем это прошение. Им на это прошение дали разрешение, и они, значит, уехали, ну, один в Америку, второй в Израиль, и вот так вот сбылось, сбылось ее, потом там была в конце такая интересная фраза, что Ребе, когда увидел одного из братьев, потом брат к нему приехал на аудиенцию, как бы, да, и он ему говорит, брат, ты знаешь, все годы, что твоя сестра молилась, именно это и помогло вам выехать. То есть, накапливалось, накапливалось, накапливалась духовная вот эта сила, потом она, оп, и конвертировалась, как сказать, превратилась в результат. Но здесь нам пишет Рав Шалумару, что бывает, что вера в праведника и вера в его благословение, она, человек забывает о Всевышнем, когда он обращается к праведникам за помощью. И приводит одну историю про Раби из Нисхижа, да защитят нас его заслуги, как к нему приехали приехала к нему одна семья, так, не, не семья, пришел один еврей, тяжело заболевший, пришел он к праведнику, рассказал о болезни, попросил благословить его, чтобы он мог исцелиться. Раби отвечает ему, вряд ли ты исцелишься, больной в смятении, почему? Всем вы обещаете исцеление, и ваше благословение действует, а мне вы говорите такое, что я не исцелюсь, праведник говорит, я расскажу тебе историю, и ты поймешь, почему я тебе этого не обещаю. И рассказывает историю про одну супружескую пару, которая пришла к другому Раби, просила благословения, Раби им сказал, что, значит, дайте какую-то большую сумму, и жена говорит мужу, слушай, давай, мы, значит, зачем ему давать эту сумму, мы будем молиться Всевышнему, а Всевышний все равно решает. И когда она это сказала, Раби говорит, вот, говорит, я вас благословляю, без всяких денег, без ничего, благословляю, чтобы то, что вы просите, получилось. Почему? Потому что муж забыл, что есть Всевышний, и эту историю рассказал этот Раби, вот этому вот больному, и говорит, смотри, то есть ты, ты настолько на меня надеешься, что ты забываешь о Всевышнем, и так не работает. Ты полагаешься на меня, сказал ему Раби этот, из Несхиже. Ты прослышал, что в Несхиже есть Раби, исселяющие больных, и забыл о том, что исселяет лишь Всевышний. Тебе нужно прежде всего уповать на Всевышнего, тогда мое благословение будет действенно. И тут он приводит три, как бы, главных правила, как надо действовать, что значит помнить о Всевышнем в момент неприятности, в момент болезни, например, и так далее. И даже в момент, когда ты приходишь к праведнику. И он дает три правила. Первое. Если человек, не дай Бог, заболел, то нужно, первое, верить, что это желание Всевышнего. Больной должен верить, что Всевышний послал ему болезнь. Ничего в этом мире не происходит без воли Всевышнего, включая болезни, включая войны, все, все, все это проявление воли Всевышнего. Он один в мире хозяин. Но второе. Нужно верить, что все это к лучшему. Все это к лучшему. Для его же блага ему лучше быть больным. И третье. Нужно искать, в чем указание Всевышнего, и найти, чего от него хочет Всевышний. От чего он послал ему болезнь. Например, понять, как работает здесь принцип мера за меру. Обратиться к молитве и раскаянию. Вот три шага, вот три шага. И когда даже человек идет к праведнику, так и нужно думать, что я, значит, понимаю, что все от Всевышнего. Я понимаю, что только Всевышний решает. И главное здесь, это мои взаимоотношения со Всевышним. Но в моем взаимоотношении со Всевышним праведник может помочь своим благословениям. И я вас прошу, помогите, значит, чтобы ваши заслуги помогли мне. Вот примерно вот так идет. А почему праведник это делает? А потому, что у праведника есть только воля Всевышнего. А воля Всевышнего, чтобы мы помогали друг другу, были добрые по отношению друг к другу. И поэтому праведник, он для себя ничего не попросит. Вот это интересно, что праведники, они могут жить в совершенной полностью бедности-бедности. И они для других они все делают. А для себя они принимают волю Всевышнего как должное. Вот такая воля Всевышнего. Все. Хорошо, дорогие друзья, значит, с этим мы разобрались. И сегодня урок из книги «Хэппинес» очень-очень такой практический, да, который вот прям, если вы сейчас его запишите для себя, он коротенький, он коротенький, но он очень практический. Значит, говорит нам «Равзелек Плистин». «Words are powerful». Значит, слова «Words are powerful». Слова очень мощные, имеют огромную мощность. И как химикаты разные, они меняют твое тело, внутренний твой состав тела. Также счастливые люди, они используют «Happiness Producing Words». Они используют слова, которые производят ощущение счастья и это ощущение счастья, оно химически через гормональный фон меняет тело. Значит, и получается, что значит, когда ты используешь те слова, которые связаны с позитивными эмоциями, ты создаешь свое состояние. Он говорит «Be aware», то есть «Осознай слова, которые поднимают твой уровень счастья» и те слова, которые понижают твой уровень счастья. И используй слова, которые поднимают твой уровень счастья. и не используя слова, которые понижают его. Теперь он говорит такую вещь интересную. Вот эстимосы, у них много слов, которые описывают снег. Разные состояния снега, потому что это для них очень актуальная информация. Какой сегодня снег, от этого зависит очень вся их жизнь. Он говорит, точно так же составь свой словарь позитивных слов, которые у тебя лично вызывают позитивные эмоции. Например, он приводит, ну это на английском же книга, it's wonderful that, это wonderful, wonderful это чудесно. Вот, например, да, это чудесно, что сегодня у нас больше 200 человек слушают урок про благодарность. Это чудесно, это чудо чудесное, да. Вот у меня слово чудо чудесно, это у меня сразу улыбку, потому что это прекрасное слово. Или I'm excited about, я excited. Excited на английском, это значит excited, я в таком возбуждении, можно сказать. Excited это я возбужден. Да, вот, например, человек общается и другому говорит, ты знаешь, я настолько excited, настолько я возбужден позитивно от общения с тобой, сразу все начнут улыбаться. Или I'm happy that, я счастлив что. Когда человек делает вводное слово, я счастлив что, то у него, естественно, потом идет какая-то очень позитивная информация. Рабинсон Зильберг, которого мы уже упоминали, он когда с ним встречается, я вижу его там раз в несколько месяцев, и он, значит, каждый раз так берет меня за руку, улыбается и говорит, ну что у вас хорошего нового, дорогой Ицхак? Что у вас хорошего нового? Вот он сразу улыбается, берет тебя за руку так по-доброму и задает этот вводный вопрос, и ты сразу начинаешь улыбаться и говорит, слава Богу, все хорошо. То есть он прям умеет тебя сразу же завести вот в это вот пространство духовности и счастья. Дальше он предлагает, например, там, great, великолепное слово, да, magnificent. Ну, magnificent это, я не знаю, magnificent, на английском это magnificent. Это вообще урок magnificent. Или you really sound enthusiastic about that? Ты звучишь очень с энтузиазмом, с воодушевлением, когда говоришь об этом. Unbelievable, unbelievable это невероятно, невероятно, это слово действительно вызывает позитивные эмоции. Теперь, дальше он приводит еще разные на английском выражения, например, brilliant, that's a beautiful soul, это прекрасная мысль. И, значит, дальше он говорит, смотри, я вам сейчас дам один очень практический совет, что когда вы что-то слышите, кто-то вам что-то говорит, то вы сами это ассоциируете с чем-то, да. И он говорит, вот очень классно есть такая фраза, это this reminds me, это напоминает мне of a great story, великолепную историю. И вот это вступление позволяет вам рассказывать все время какие-то великолепные истории, вот как я вам сегодня рассказал про рабыцкака, которые вызывают и у вас, и у вашего собеседника, вызывают приподнятое состояние настроения. Дальше он говорит, и последний комментарий. Когда вы говорите о том, что вам не нравится, минимизируйте интенсивность слов, которые вы используете. Например, вы можете сказать, я бы предпочитал, чтобы вот эти вещи были другими, были или шли по-другому. Я помню, когда Рам Зильбер говорил об одном очень-очень таком, ну там человек сделал какие-то страшные вообще вещи, и он вместо того, чтобы сказать, что этот человек там, он говорит, этот человек не слишком большой праведник. Вот это его было самое большое ругательство, что он не слишком большой праведник. То есть вот так он говорил позитивно. Или Рэбе Любавичи, тоже о котором я уже упоминал, он, когда приехал к нему, один человек сказал, я директор больницы. Он говорит, нет, ты не директор больницы. Он говорит, как я не директор больницы? Он ему говорит, ты директор дома выздоровления. К тебе люди не приходят болеть, к тебе люди приходят выздоравливать. Так напиши дом выздоровления. Зачем ты пишешь дом, значит, Бейт Холим? На иврите это Бейт Холим, дом больных. Он говорит, это не дом больных. Это Бейт Рифуа, дом выздоровления, дом выздоравливающих, дом здоровья. И тот директор больницы приехал, переименовал эту больницу Центр Рифуа. Значит, Центр Здоровья. Центр Здоровья. Потом сейчас все больницы в Израиле, они называются Центр Здоровья. Есть купат холим, это раньше называлось больничная касса, это как поликлиники, больничные кассы, а сейчас они называются, переименовались, шерутей бриют, услуги здоровья, не больничная касса, а услуги для здоровья, это очень большая разница. Или ты говоришь, как дела, уже выздоравливаю, лучше чем вчера, и ты этим даешь силу своему организму бороться с болезнью, или как дела, да сдыхаю прям, вообще сдыхаю, скоро сдохну. Я слышал, много людей так, не дай бог, говорят о себе, и просто вот они, ну и себе настроение портят, и всем окружающим. Поэтому всем желаю здоровья, выздоровления, счастья, благополучия, magnificent day, brilliant, brilliant day, бриллиантовый день, magnificent, великолепный, wonderful, wonderful miracle. И чтобы было у нас заслуга за то, что мы видим доброту Всевышнего, любим Всевышнего, и значит верим, что Он даст нам только добро, чтобы Он нам давал только добро, закончились все войны, и мы с вами прямо шли по свету, по радости, танцевали и радовались. Все, всем удачи, успехов, с Божьей помощью, завтра встречаемся в 10.00. Все, спасибо вам. Лилу, нишама, борох, бен Авраам, и для удачи, успехов всех участников урока, всех партнеров ВАИКРА, спонсоров ВАИКРА, друзей ВАИКРА, спасибо вам огромное за помощь и ваше участие. Все, всем удачи, успехов, до завтра.